Ну вот и подошел к концу день дурака. И я заканчиваю подборку нелепых новостей, опубликованных разными печатными изданиями мира в этот день. Как говорится, беспредельна глупость людская. Я не имею в виду авторов этих заметок, скорее тех, кто поверил в их правдивость. Хотя фальсификация, надо отдать должное, была очень высокого уровня. В 1984 году в Орландо была размещена статья о некоем существе под названием «ложный тасманский морж», который многие жители Флориды держат в качестве домашнего питомца. Приводились основные данные животного. Длина около 4 дюймов, с виду напоминает моржа, мурлычет, как кот, а по темпераменту весьма похож на хомячка. Автор статьи сообщал, что моржа не нужно купать. Его легко приучить пользоваться кошачьим туалетом. И, внимание, питается он тараканами. Один такой зверек, уверял приколист, способен запросто и за короткий срок избавить дом от мерзких насекомых. Чудо-животное контрабандное было завесено из Тасмании, и в Америке предпринимались попытки его разводить, несмотря на противодействие организаций, занимающихся ликвидацией тараканов, которые, естественно, боялись остаться без куска хлеба. Многие американцы после публикации статьи звонили в редакцию и говорили, что готовы взять детеныша ложного моржа на воспитание. Замучили, мол, тараканы. Достоверность статье придавала фотография. На человеческой ладони действительно лежало нечто карликовое и моржеподобное. Интересно, что это был не монтаж, а снимок реального существа – голой кротовой крысы. В 1986 году Париж потрясла новость. В газете Le Paris говорилось о демонтаже башни, которую перевезут в строящийся Диснейленд и соберут заново. Такое решение правительство объясняло удобством месторасположения для строительства нового стадиона предстоящей Олимпиады 1992 года. Реакция была незамедлительной. Парижане вздохнули с облегчением, когда узнали, что это лишь розыгрыш. В 1987 году норвежская газета Bergenstiden сообщила читателям, что огромная партия – 10 тысяч литров конфискованного контрабандного вина – будет отдана народу. Каждый житель города может получить причитающуюся долю в центральном магазине. Доверчивые норвежцы с самого утра собрались возле назначенного места, не забыв прихватить с собой канистры, бутыли и иную тару. Ну и, наконец, первоапрельская шутка от отечественного производителя. Правда, она получилась гораздо лучше и правдоподобнее шутки господина Медведева, что Россия полностью справилась с импортозамещением и санкции нашей стране не страшны. В это уж никто не верит. Но ближе к делу. В 1988 году газета «Известия» опубликовала заметку о том, что в московский футбольный клуб «Спартак» может перейти сам Диего Марадонна. И что сумма его покупки равна 6 миллионов долларов. Удивительно, но на это больше всего повелись не наш народ, а иностранцы. Некоторые западные СМИ даже написали новость об этом со ссылкой на «Известия». Изданию потом, правда, пришлось оправдываться, что это первоапрельская шутка. Ну, вот и все на сегодня. Поздравляю всех с Днем Смеха. Поздравляю всех со старинным славянским праздником Вербахлёст. Подписывайтесь на мой канал. Здесь очень интересно. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok